Приветствую вас! То, что вы описываете, скорее свидетельствует о том, что вы со своей супругой недостаточно искренне друг к другу. То есть вы эмоционально, интимно не близки с ней. И причины этого могут быть самыми разными. Поэтому не стоит думать сразу о том, что вы её не удовлетворяете как-либо. Скорее всего нужно просто как следует на чистоту поговорить, сказать ей о том, что вы увидели, сказать ей о том, что вы знаете, и попросить её объяснить. Но при этом сделать это без каких-то наездов, без каких-то претензий, без каких-то негативных моментов. Да, а просто спокойно, по-взрослому это обсудить. Вот. И я уверен, что тогда всё станет куда более понятно. Вот. Потому что сейчас, на данный момент, вы скорее всего будете думать, а вдруг я сделаю что-то не так, а вдруг я поступаю как-то неправильно, а вдруг я её не удовлетворяю и так далее, и так далее, и так далее. Всё это не приведёт ни к чему хорошему ни для вас, ни по итогу, ни для вашей жены, поэтому я рекомендую вам всё же с ней поговорить. Тем более, что, тем более, что ситуация такая же на данный момент, да, что вы видели это, да, то есть вы специально не подляливали, а вы увидели просто вот, как бы, совершенно случайно, вот, и кто знает, может быть она и хотела, чтоб вы это увидели, чтоб она, что вы хотели, она хотела, вот, может быть это одна из её игр. Вот, такое, в принципе, что тоже может быть, вот, хотя и не точно. Вот, поэтому лучше будет, если вы, вот, если такое ещё повторится, да, если ещё раз такое случится, значит, попробуйте с ней пойти на сближение после того, как это произойдёт, да, ещё раз, вот, и если она не захочет с вами сближаться, да, если она не захочет идти с вами на контакт, вот, вот, то я думаю, что вы вправе с ней поговорить и сказать ей о том, что, ну, как минимум, вы знаете о том, что она делает и попросить объяснить, вот, особенно, если она не хочет, не хочет с вами, да, близостью, вот, человек не хочет удовлетворять вас. Вот, а, я думаю, что, так, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если остались вопросы дополнительные, вы можете, можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого-самого доброго и удачи! Спасибо! Спасибо!